Топ-тренд, чем не нужно заниматься в этом году, просто вот чем не нужно в следующем, в этом и вообще вот про что нужно забыть на раз и навсегда, на всю жизнь. Это ВКонтакте. ВКонтакте мы практически ничего не продавали в этом году. Может быть мы такие дурачки, подумал я в один момент, потому что у всех ВКонтакте все хорошо, как мне кажется. Всегда же кажется, что у соседа корова там толще и свинья симпатичнее. И жена лучше, более голубоглазая. Мы наняли СММщика, вроде как СММщика хорошего, потом наняли другого СММщика, который вроде как был еще лучше, но мы не можем продвинуться ВКонтакте. То есть цены на подписчиков ВКонтакте сейчас намного более неадекватные, чем на Ютьюбе. Если на Ютьюбе можно как-то что-то вывести в зависимости от тематики, то ВКонтакте цены вообще дикие. И ВКонтакте не делится трафиком. То есть если вы сделаете канал по доте на Ютьюбе, худо-бедно, у вас будет выпадать какое-то количество просмотров, да, какое-то количество там подписчиков вам будет валиться просто с поиска. Это уже там доказано кучей людей, реально с поиска будут валиться просмотры. ВКонтакте этого не происходит. ВКонтакте, то есть вот вы будете где-то далеко-далеко-далеко, пока не наберете критическую массу. Но набрать 923 тысяч подписчиков сейчас просто это, ну это, это очень большой бюджет, который вы не отобьете. Плюс ВКонтакте сейчас у людей наступила жесточайшая куриная слепота. То есть они рекламу вообще не видят. Они, ну то есть вот в ленте, вы сами, наверное, обращали внимание, у вас лента у всех засрана, листаешь, листаешь, ничего не видишь. Поэтому ВКонтакте очень многие, почти все новички, они стартуют с чего? Мы, говорит, будем ВКонтакте, говорит, зарабатывать. Все, создал паблик, потом покупают у меня рекламу за 700 рублей, я им продаю. Они спрашивают, сработает? Я говорю, нет. Они, почему? Я говорю, да потому что, как бы давно уж не работает. Поэтому уберегаю вас от потраченного бюджета. Но, чтобы не быть голословным, покажу свежий пример. Вот это наше лучшее объявление по нашему новому паблику. Мы сделали паблик с супергероями, там у нас свои, свои темы, мы его так чуть-чуть ведем, то есть там один человек над этим работает над всем. Это наше лучшее объявление. То есть это нормальный таргет, это настроенный таргет, я считаю, что он нормальный. Ну, более-менее нормальный CTR у нас, да, то есть у нас вот. Есть переходы, есть показы и главное, сколько мы получаем подписчиков. Здесь прямо есть в этой статистике, да. Мы получаем подписчиков, при том, что это, я считаю, что это мусорный трафик. До 30 лет и там просто с кучей пабликов, которые так или иначе связаны с комиксами. То есть я считаю, что это нищенский трафик. Это не бизнесовая тематика, это не авто тематика, это нищенская аудитория. Мы за нее платим, извините, больше рубля за подписчиков. У нас вот 900, внизу можно посмотреть, 989 подписчиков и при этом потрачено 1200 рублей. Если вы готовы за 1000 подписчиков ВКонтакте мусорных, повторюсь, в мусорной никому не нужной тематике платить 1287 рублей, ну, как бы, окей, окей, я считаю, что это неадекватные деньги абсолютно. Многие думают, что типа этот таргет ВКонтакте не работает, на самом деле надо покупать рекламу напрямую. Нурсат, не переживай, у тебя будет запись, если что, ты напишешь и я тебе скину запись. Многие думают, что напрямую будет работать лучше, типа вот напрямую будет все здорово, будет классно. Покупали, покупали через биржу, покупали напрямую. Просто покажу один пример, да, чтобы, как бы, ну, было видно вообще, насколько ситуация ужасная на данный момент. Охват подписчиков, суммарный охват, это ни о чем не говорит, на это можете не смотреть. То есть мы просто опостили, чтобы вы понимали пост с нашим видео и ссылкой на канал ютубовский. Вот оно вверху, есть вот эта запись. Ну, она выглядела, только видео было полное, так ничего не менялось. Мы потратили 1179 рублей. Получились 111 переходов. Ну, то есть цена перехода абсолютно дикая. Но про просмотры я молчу, потому что сейчас контакт режет просмотры ютубовские. То есть он считает, там был момент, что он не считал, потом считал. Ну, сейчас он просто их режет очень сильно. И самое тупое, что там не работают аннотации. То есть просмотры ВКонтакте, ими вы можете, ну, грубо говоря, накормить там, я не знаю, какого-нибудь своего волнистого попугайчика. От них толку абсолютно никакого, если у вас не подключена платформа. Но платформа есть мало у кого, и там с ним куча своих сложностей и непонятные цены с рекламой. Поэтому, как видите, продвижение ВКонтакте не работает вообще. То есть в этом году оно стало работать еще хуже. Многие упираются на контакт, да, говоря про то, что вот, там два года назад мы видели ролик Алены Ленской про то, что ВКонтакте можно... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!